И да, и нет, отчасти, потому что споры экологические по всей планете идут. У нас сейчас два лагеря, так скажем. Я могу вспомнить сейчас очень громкая история в Португалии. 500 оленей были убиты тоже, казалось бы, ради строительства экологического объекта. Солнечная электростанция, парка Солнце. Это громкий очень скандал. Это вот буквально пять дней назад информация. Но здесь, наверное, более глубокий смысл философский в том, что мы построили уже веками свою модель сосуществования с другими видами на планете по вот такому вот эксплуататорскому принципу. У нас вот такое отношение. Оно практиковалось очень давно и стало нормой. И привело, собственно, к экологической проблеме глобальной. То есть подвело плавно нас к экологическому кризису. И нужно пересматривать всю эту антропоцентрическую модель. Потому что все наше общение с другими видами зиждется на праве сильного. То есть мы построили все свое благополучие на пяти сферах. И все они эксплуатационные. То есть это происходит с убийством животных ради нужд человека. Самая гигантская сфера ради мяса. 77 миллиардов в год. Ну то есть вы представляете, что мы сделали с планетой? Мы ее просто всю перепахали. И здесь уже речь не о том, чтобы сохранить какой-то биоценоз определенного леса или водоема, или даже более крупные структурные единицы экосистемы. Здесь вопрос в том, что мы под кормовые культуры пастбища и сенокоза перепахали всю планету и подогрели ее на несколько градусов. Но это вот я опираюсь на данные экологического отдела Всемирного банка. Данные 2009 года о том, что само по себе животноводство ответственно за 51% выбросов, связанных как раз с глобальным потеплением, с учетом взаимосвязи всех внутри этой отрасли. Дальше гигантская сфера эксперимента на животных. Мы опять же пошли вот по этому пути, хотя огромное количество сегодня альтернатив культур человеческой клетки. Третья сфера, гигантская, тоже связанная с убийством миллионов, ста миллионов и больше – это меха. То есть опять мы имеем дело со зверофермами. Это образование, которое на километр отравляет все живое вокруг. Там в реке сливается кровь, экскременты животных. Дальше утилизация вот этих вот туш и так далее. И вторжение в леса. Отстрелы ради мехов, установка капканов, огнестрел – это все тоже вмешательства в сложные экосистемы. Ну, четвертая сфера, опять же, индустрия развлечений. 15 подвидов. Это и охота, опять же, и рыбалка, включая там различные виды рыбалок. Ну, промышленная рыбалка – это уже первая сфера. Хотя я упомянув, 77 миллиардов убийства ради мяса в первой сфере не касалось рыб. Эти цифры сюда не входят. Рыбы не считаются внутри этой суммы. Ну, то есть, индустрия развлечений – это цирки, зоопарки, бои, бега, охота, рыбалка. То есть, опять вы видите, это нагрузка на те самые как раз леса и другие объекты природные. Ну, последняя сфера – это наше взаимодействие с животными компаньонами. Ну, тоже сфера, которая будет связана с популяциями их в городе. Опять же, мы не можем создать города, как абсолютно какие-то рафинированные пространства. Здесь тоже будут свои природные системы, и мы в Москве сейчас наблюдаем очень сложные процессы. Я просто как коренной москвич, который помнит свою родню веками напролет. То есть, у меня моя родня как жила, так и в настоящий момент в определенной части Москвы. То есть, это юг Москвы. И я за свою бытность помню, какими темпами шли изменения. Это тоже был сложный биоциноз. Да, были десятки, сотни, тысячи видов совершенно неповторимых. И я просто помню взлетающие бабочки, огромное их количество, шмели, и огромное количество цветущих растений, запах. Вот эти всякие там цикории, пижма, подмаринники, гвоздика, травянка. Ничего нет. Вообще ничего нет. Колокольчики. Просто кругом газонирование, газоны. Так что, собственно, это уже столкновение старой и новой модели. Мы вынуждены сейчас будем, пройдя через вот этот буфер, мы находимся сейчас в переходной полосе от антропоцентрической модели, которая нас довела, собственно, уже мы на грани, на волоске висим, от того, чтобы наша цивилизация вообще стерла с планеты, до того, чтобы мы все-таки вернулись к возрождению, пошли процессы возрождения. И я свято верю в то, что мы идем по второму пути. Во всяком случае, я примеров вижу много. Нет, значительные. Они будут формировать дальнейший вектор развития. Суммарно мы то и дело с этим сталкиваемся. Понимаете, вот мы в России живем, мы, например, сталкиваемся. Идут судно по центрам залежки гренландского тюленя. Когда мы вот летали со звездами на защиту гренландского тюленя на двух вертолетах, там Лайма Вайкуле, Алена Сверидова, Александр Эвскляр, Вабанг, группа, спортивный комментатор Первого канала Виктор Гусев, Артемий Тройский. Ну, мы летали со звездами. Стоял, опять же, вопрос. Понимаете, там идут судна, танкеры буквально по центрам залежки как раз вот этих тюленей. Тоже стоял вопрос менять траекторию, узнавать заранее, как они расположены. Это не проблема. Там есть накануне можно провести вот такую разведку квадратов, где вот такие вот крупные скопления этих животных, которые на льдинах приносят приплод. То есть тоже делать скидку. Например, Низкафе или там другие кофейные компании имеют плантации, и мы опять понимаем, что там будут отстреливаться слоны, потому что у них пути миграции лежат. И эти пути более давние, чем эти плантации кофейные, и они не могут их поменять. Вот, ну, нельзя этот фактор выбросить. Мы будем знать, что если мы идем по пути, а, животные в списке приоритетов стоят там последними, мы то и дело будем сталкиваться с тем, что мы уничтожаем целые популяции животных на планете. Но все равно это частные случаи. А если говорить о том, что мы очень глобально лик планеты изменили, и у нас уже вырублено огромное количество лесов на планете, вот посмотрите, 19-20 век, если мы забьем в карте Гугла, есть такая опция, когда вы смотрите изменения за 5 лет, можете структурировать там побольше, и это просто ужас. Там просто зеленые территории уничтожаются со скоростью света. Это просто невозможно. Человек завоевывает пространство кругом. И я напомню, что самое крупное изучение биомассы, как происходит распределение по видам этой биомассы на планете, оно, собственно, нам показывает реальную картину мира сегодня. Я вышлю эту картинку, может быть, она вам пригодится. Это газета Guardian иллюстрации к вот этому научному исследованию. сделала там изображение следующее. Человек по биомассе занимает сегодня на планете 36%. 4% в виде крошечного носорожика изображены дикие животные, которые еще остались в лесах. А 60%, как вы думаете, кто занимает это? Те животные, которых разводят специально. То есть это уже совершенно искусственная сфера. Человек вот таким образом изменил планету. И мы видим на километрах в фильме Артюса Бертрана «Хоум», начальные кадры. Это просто жуть. Потому что съемки на километры вертолетные, и мы видим вместо некогда зеленых лесов вот эти вот гигантские площади под скотом занятые. Поэтому горят леса Колумбии. Ну, мы видим все это Амазония, все, что происходит. И пожары, кстати, связанные с Австралией на слуху у нас. Там же тоже. Австралия у нас рекордсмен по производству как раз мяса. И она на этом сделала специализацию. Ну вот, если возвращаться к теме каких-то таких рядовых проблем, начиная там от тех же московских, Лосиный остров, там Химкинский лес или строительство хорды сегодня, который меня очень волнует, потому что я с детских времен помню, что такой завод полиметаллов на платформе Москворечья. И там мы знаем, что гигантский могильник, 12-этажное здание идет под землю, и 600 тонн радиоактивных отходов. И сейчас все это будет растаскиваться по всей Москве, потому что полным ходом идет строительство этого объекта, юго-восточной хорды, и никто никого слушать не стал. Стояли депутаты в шеренгу, противостоят экологические организации. Нет, ничего, мы никак не можем остановить это. Естественно, это будет путь эволюции. Естественно, это будет поэтапно. Здесь не может быть так, чтобы все утром встали однажды с другим, более экологичным сознанием. Но когда это коснется каждого, когда люди видят, какими темпами происходят изменения, и, казалось бы, вот рядом есть лесочек, и он исчезает рядом с домом, ты начинаешь думать, что тебе уже невозможно даже вот пойти рядом отдохнуть. Это уже будет, как домоклов меч, висеть и бить все-таки человека, склонять его вот в эту сторону мысли, что нужно как-то меняться самому на своем уровне. Не надо разбрасывать мусор. Вот все мои коллеги ходят и собирают в перчатках весь этот мусор. Здесь можно, да, на собственном уровне. Не надо заниматься там вырукой деревьев, что многие там делают на своих дачных участках, идут в леса. А уже дальше склонять, конечно, сообществу людей к таким же мыслям. И тогда мы можем уже каким-то образом выстраивать другие отношения и настаивать на том, чтобы этот объект ценный, да, природаха, наставили. Добилась же общественность в последнее время, что в мусорках в Шейсе не построена была. Содовый завод с Куштау. Я так понимаю, что тоже вопрос как-то решен в положении. Отвоевали? То есть, ну, Байкал с переменным успехом, казалось бы, тоже объект, который не имеет на планете аналогов. Тем не менее, то и дело, возникает вопрос, что мы вот нефтепровод, а мы построим завод по переработке чего-либо, или там был пластиковый какой-то завод бутилированной воды. Опять встает вопрос. Вот такой вот, что общественность поднимается, и мы отстаиваем. Но придем мы к этому. Придем, я вижу, что люди становятся более осознанны в экологическом плане. Они понимают, их это уже лично коснулось, потому что такими темпами идут изменения. Это уже не где-то там далеко, в Сибири произошел пожар, а мы не видим этих последствий. Нет, мы видели, мы уже слышали. У нас сегодня вся планета взаимосвязана. И через соцсети мы с утра до ночи общаемся с другими странами. Везде картина, в общем-то, одинакова относительно. Тесла, кстати, не самый худший пример, потому что это все-таки электромобили. И опять встает вопрос, что или нам нужно круто вообще пересматривать технологии и приходить к другим видам энергетики на планете и вообще, может быть, совсем круто пересматривать. То есть асфальт и плитка, которые огромную часть суши занимают, это же мертвичина. Там ничего живое не растет. Те же виды транспорта, которые заполоняют наземную часть планеты, возможно, это можно будет перенести, как-то сделать воздухосообщение. Нужно пересматривать, да, глобально. Ну, я еще хотела про Экодуки сказать, что у нас Экодуки, вот хотя бы примеры, когда люди понимают, что если вы кругом построили магистрали, и животным невозможно перемещаться, нужно строить специальные пешеходные зоны для них. И, к счастью, в России появились такие объекты. Ну, пусть в 2016 году, в то время, как в Европе, там в 50-е годы уже Экодуки пошли строиться. Их много. Та же Голландия, там 600 Экодуков. В России там пока счет идет в десятки. Но, тем не менее, они все-таки появились. Ну, нам, естественно, надо осознать, что все многообразие видов на планете – это тоже такие же, можно сказать, цивилизации, с которыми мы просто не нашли контакт. Мы тупо идем по пути их порабощения. А это тысячи миллионов видов на планете. Понимаете, мы просто вот воспользовались тем, что мы оказались хитрее. Я не могу сказать умнее, потому что, когда ты идешь, живешь по сценарию права сильного, это не самый умный путь. И это всегда будет идти таким образом, что здесь технический прогресс будет опережать, прогресс этический ударит потом отрикошетит по нам самим. То есть это не то, чтобы животные слабее оказались, и вот доминирующие цивилизации на планете, людей взяла и решила их использовать. Нет, они достаточно сильны тоже, и дикие виды в природе могут отстоять свою территорию. Просто человек пошел по пути вот такой вот хитрости. Естественно, ни один медведь и тигр не может там противостоять современному арсеналу оружия, например. То есть если бы мы вышли и рукопашно сразились, тут не было бы никаких вопросов. А мы хитростью, мы выезжаем, светим в глаза животным. Вот сейчас опять для нас кошмар, что принят закон, опять же, закон о вольерной охоте. Но давайте я напомню, что такое вольерная охота. Он был принят, это чудовище, потому что будут огромные участки леса, а опять заняты под вот этими объектами, где совершенно искусственно будут выстроены цепи питания. Это вот как профессор Никольский говорит, мэтр заповедного делает, так называем кенигоцинозы. Да, люди под выстрел будут выращивать животных. Они увеличат долю, скажем, копытных, например. Но лес-то это биоциноз, это совокупность видов. И между ними выстроены цепи питания. И это очень гибкие цепи. То есть, если в один год рождается больше одного вида, это находится в корреляции с другими видами. Так просто не может быть. И вот здесь вот такая экспансия, она будет чревата тем, что мы будем терять огромные территории, ну, каких-то нетронутых лесов. А Россия-то как раз славно тем, что у нас до сих пор еще есть территории, где не ступала, в общем, нога человека, то есть там тайга. И там сложные остались давние вот эти вот взаимоотношения между видами. Они абсолютно... Ну, то есть эндемики. Это эндемики, их трогать нельзя. Ну, я не знаю, какие территории на планете можно по большому счету тогда. Любая рощица, это тоже уже сложившийся биоциноз. Ну, да. Хорошо, спасибо.